Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 4 августа, Православная Церковь совершает память преподобного Корнелия Переславского. Преподобный Корнелий Переславльский в миру Конан жил в 17 веке. Он родился в городе Переславле-Рязанском, современная Рязань, в купеческой семье благочестивых родителей Гордия и Феодоры. Сохраняя душу и тело в целомудрие, он удалялся от детских игр и забав, усердно слушал священное писание. Так с ранней юности святой Конан соделался достойным сосудом божественной благодати. Когда ему было не более 15 лет, он тайно оставил родительский дом и в поисках места для духовных подвигов достиг пределов Переславля-Залесского Владимирской епархии. Он посиделся в 25 верстах от города в Лукьяновой пустыне и начал постнические труды под руководством трудолюбивого инока Павла. Через пять лет, наставляемый Духом Божиим, святой Конан пришел в Переславль-Залесский монастырь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба, что на песках. Строитель обители иеромонах Сергий долго не принимал святого Конана из-за его молодости. Но, видя неотступность святого, игумен принял его в обитель. За скромность и молчаливость братья считали Конана как бы глухим и немым. В обители святой Конан с усердием и беспрекословно исполнял все послушания. Он носил дрова и воду в трапезную, молол пшеницу, колол дрова, очищал отходные ямы. Святой усердно посещал Храм Божий и упражнялся в подвигах смирения и самоукорения. Он никогда не садился за трапезу вместе с братьями, но питался только тем, что оставалось после всех, да и то лишь трижды в неделю. Через пять лет за усердное и безропотное послушание и строгое постничество святой был пострижен в монашество с именем Корнили. С того времени он стал еще усерднее подвизаться в монашеском делании, совершенно отсекая свою волю. В церковь святой подвижник приходил первый, а выходил из нее последним. Он перестал спать на постели, за что молча, со смирением претерпевал насмешки и укоризны некоторых братьев. Через три года преподобный Корнилий стал просить игумена устроить для него особую келью для уединенных подвигов. Игумен, видя в нем искусно инока и в добродетелях совершенно, исполнил желание святого и благословил его жить в затворе. Затворившись в келье, преподобный Корнилий день и ночь проводил в молитве. Однажды братья нашли его едва живым. Келья преподобного была заперта изнутри. Три месяца преподобный Корнилий пролежал больным. Он мог принимать только воду и сок. Выздоровев, преподобный, будучи убежден игуменом, остался жить с братьями. Святой Корнилий был панамарем в храме, служил в трапезе, трудился в пекарне и поварне. Копал землю, садил овощи и плодовые деревья. Преподобный Корнилий своими руками выкопал для братья колодец, в котором была очень вкусная и чистая вода. Господь благословил труды преподобного, немолчным сердцем воспевая Богу. Святой Корнилий выращивал лучшие во всей округе яблоки и раздавал их всем приходившим. Тридцать лет совершал преподобный подвиг молчания, так что его считали глухонемым. Тело подвижника было совершенно измождено. От постоянных трудов при зимнем морозе и летнем зное, сочетавшихся со строгим постом и молитвой, оно было словно сухое дерево, покрытое кожей. И Господь прославил своего угодника даром прозорливости. Великий постник, святой Корнилий, будучи молчальником, знаками и жестами, многим предсказывал будущее. Причувствуя свою кончину, преподобный Корнилий исповедался, причастился святых христовых тайн и был пострижен в великую схиму. Затем он соборовался и через несколько часов отошел ко Господу. И это произошло 22 июля 1693 года по старому стилю. Тело святого было погребено в часовне рядом с могилой первоначальника обители, схемонаха Адриана. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины празднуется перенесение мощей священномученика Фоки епископа Синопского, священномученика Михаила Накарякова Пресвитера, священномученика Алексея Ильинского Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова